В программе мероприятия большой праздничный концерт с участием юных талантов с ограниченными возможностями здоровья и детских творческих коллективов, экскурсии, развлекательные программы, посещение выставочного комплекса «Атамань». С каждым годом фестиваль приобретает более такой, более насыщенный он становится, переполненный любовью друг к другу, нашей к детям, их любовью к нам. И каждый раз после такого фестиваля мы получаем огромный заряд энергии. В составе жюри – организаторы и партнеры фестиваля. Артистизм, костюмы и оригинальность номера – главные критерии оценки. Очень важно. Во-первых, это дает стимул этим детям дальше заниматься творчеством. Во-вторых, делать ближе обычных людей, здоровых людей к таким детям. Их голос сердца сильнее любого вокала. 13 выступлений о самом сокровенном – о семье, весне, дружбе и такой важной для каждого ребенка мечте. «Участники фестиваля в смене сразу нашли друзей со всей России. Например, коллектив из города Тихорецк пришли поддержать участники движения «Юн Армия». По итогам третьего всероссийского открытого фестиваля жестовой песни «Голос сердца» третье место занял участник из города Каменск-Шахтинский. Второе место получил коллектив города Тихорецк. Победителем стала команда школы-интерната номер три города Энгельс. «Все дети стараются быть такими же, как слышащие дети. Они такие же артистичные. Через свои жесты, свои эмоции они передают свое настроение, свое понимание этого мира. И поэтому стараются очень, им нравится выступать». Участники получили призы от партнеров фестиваля. Финалом стало совместное исполнение песни «Пусть миром правит любовь». «Пусть, пусть миром правит любовь, и не нужны лишних слов, так было и всегда так будет».